ТРАССА СТО ОДИН Приветствую в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. И снова об отзыве автомобилей. В России отзываются почти 40 тысяч Мерседес-Бенц. Речь идет о моделях GL, ML и других, выпущенных с 2004 по 2014 годы. ВИН-коды традиционно опубликованы на сайте Росстандарта. Специалистам следует проверить герметичность вакуумного усилителя тормозов. Не исключено, что она нарушена из-за коррозии. При необходимости дилеры обязаны бесплатно заменить деталь. ТРАССА СТО ОДИН Ближайшей осенью в Госдуму может быть внесен правительственный законопроект о наказании водителей за превышение средней скорости. Такой штраф существовал в недалеком прошлом. Однако различные ведомства, в том числе Верховный суд, выступили против него, ссылаясь на то, что в Коапе понятие средней скорости отсутствует. Логично было бы отменить штрафы, полученные десятками тысяч российских автомобилистов, но этого не произошло. Теперь власти обещают учесть спорные моменты. Кстати, за повторное существенное превышение средней скорости будет грозить лишение прав. ТРАССА СТО ОДИН А в республике Коми на автовладельца завели уголовное дело за фальшивый полис ОСАГО. Подделка обнаружила себя во время рядовой проверки документов. Сотрудники ДПС не смогли пробить страховку по базе. Кроме того, на бланке отсутствовали некоторые обязательные элементы. Теперь мужчине грозится наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. По оценкам страховщиков, добавлю, левые полисы автогражданки сейчас используют от полутора до двух миллионов российских водителей. ТРАССА СТО ОДИН В правилах дорожного движения надо как можно быстрее зафиксировать статус пользователей электросамокатов. Такую инициативу высказали россияне в ходе сбора мнений, организованном общественной палатой страны. Также респонденты считают, что электросамокатчиков надо обязать надевать шлем и запретить им слушать музыку во время движения. Второй по значимости дорожной проблемой наши соотечественники назвали обочечников. Штраф для них предложено увеличить до пяти тысяч рублей, а при повторном нарушении до тридцати тысяч. На третьем месте оказалась идея разрешить обгонять большие грузы, если они движутся слишком медленно. ТРАССА СТО ОДИН В Китае к работе приступили полностью беспилотные автомобили-такси. Ранее власти требовали, чтобы на водительском месте находился оператор, который мог бы в случае чего взять управление на себя. Теперь это требование снято. Пока парк беспилотников состоит из десяти машин. Они передвигаются по небольшим городским пространствам. Проезд обойдется пассажиру, если переводить на российские денежные знаки почти в 150 рублей, плюс по 25 рублей за каждый километр. Для привлечения клиентов на первых этапах перевозчик пообещал предоставлять скидку до 90%. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. Подписывайтесь на наш телеграм-канал ТРАССА СТО ОДИН. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН